Привет всем, кто заглянул сегодня на мой канал. У меня для вас очень много сегодня интересных покупок. Я покажу вам все, что нашла интересненького в магазине FixPrice. Да, я покажу вам даже то, что не купила, но привлекло мое внимание. Я считаю, что заслуживает вашего внимания. Да, ну все скупить в магазине FixPrice невозможно. К тому же столько вещей нужно куда-то девать, как мне часто пишут под подобными видео. Нет, я не скупаю все подряд. На самом деле покупаю только то, что действительно заслуживает внимания, на мой взгляд, на данный момент. Но иногда, да, поддаюсь все-таки соблазнам, потому что пройти мимо всего, что там есть, очень-очень сложно. А еще в сегодняшнем обзоре я покажу вам, наконец-то, посылку из магазина Василек. Потрясающая посылка, классная вот такая вот. Поэтому все, кому интересны такие обзоры, оставайтесь со мной, будет правда интересно. Ну, поехали! Итак, первая и хитовая покупка, которая уже заполонила весь Инстаграм. Сразу скажу, в Тюмени пока еще есть эти чудесные, чудесные цветочки из магазина FixPrice. В общем, чем они хороши? Ну, в первую очередь, это, наверное, их реалистичность. Из минусов для себя отметила только то, что мне достались только вот эти две разновидности. Именно они встречаются у нас в магазинах, в которых я была. Для тех, кому интересно, я напишу, в каких магазинах я покупала прямо под этим видео, и вы сможете посмотреть. В остальном же должна сказать, что это очень-очень реалистично выполненный закос под суккуленты, так называемые. Это цветы, которые не требуют частого полива, их можно выращивать дома, без труда, конечно же, особенного. Но есть минус в том, что вы их не расположите там, где вам хочется. К примеру, если в Европе зачастую ванны и комнаты обязательно с окнами на улицу, да, дневной свет там попадает, то в России, к сожалению, как правило, это глухие помещения, соответственно. Разместить там какой-то цветок, это прям целая проблема, а хочется. Вот, ранее я уже показывала вам, что покупала маленькие такие горшочки, тоже с искусственными цветочками, для того, чтобы разместить как раз в ванной. Они были у меня на полках зеркала. Хоть немного, но оживляют комнату. А теперь, а теперь... В общем, когда увидела, очень обрадовалась. Смотрите, когда вы будете покупать нечто подобное в магазине FixPrice, не хватайте просто с полки на бегу, а рассмотрите, потому что я вот схватила и не рассмотрела, а у меня здесь горшочек немножечко поцарапанный оказался. Они слегка-слегка просвечивают, и в принципе их можно декорировать по вашему желанию. У меня, кстати, уже есть идея. И, возможно, в DIY я вам покажу, как декорировать можно этот горшочек. Он из тонкого пластика, потому слегка просвечивает. Но в целом, посмотрите, какая красота. Был еще один там такой на полках FixPrice. Это одного из магазинов, где я схватила этот. Но там были прям очень сильно большие повреждения на горшочке. Поэтому смотрите. Горшочки бывают треснутые, поцарапанные, покрашены чем-то непонятно. Там вот какие-то капельки. Поэтому да. И второй выглядит вот таким вот образом. Там, смотрите, камешки как будто бы просто шикарно. По-моему, ну это просто супер. Они среднего размера, очень напоминают икеевские. И да, я почему утверждаю это, хотя не была в магазине IKEA. Я подписана на несколько групп в Instagram. И там похожие цветы, очень похожие по размеру, по дизайну. Они стоят в разы дороже. Поэтому, ну как бы, даже несмотря на распродажу сейчас в IKEA. В общем, присмотритесь. Если вы не большой, скажем так, специалист по разведению цветов, на меня иногда что-то находит в зимний сезон, и я забываю поливать. Многие цветы, ну, как бы страдают от этого. То вот это прям решение для таких забывчивых, как я. Классные, нравятся, рекомендую. Можно доработать горшочки, и будет вообще шикарно. Никто никогда не отличит. Следующее, что я вам сегодня покажу. В магазине же FixPrice я обнаружила, вот что бы вы думали. В общем, такие вазы, они не маленькие. Это такой средний, достаточно размер. Очень стильно смотрится. Классная такая керамика. Это у нас, знаете, кстати, кто производит? Импортер BestPrice. А производитель КНР. Угу, оттуда везут. В общем, цена вопроса 99 рублей. Кстати, цветы, цветы, цветы. Я не помню цену точно. Если вы знаете, то напишите. Я просто позабыла. В общем, цена такой вазочки 99 рублей. И там есть самые разные расцветки. Есть нежно-розовая такая, ближе к коралловому. Но я что-то как-то посмотрела и решила, что вот именно такого размера и такого цвета будет наиболее нейтрально смотреться. Вот посмотрите, даже на фоне, наверное, такой стены, да? Если у вас белый интерьер. Ну, в общем, это самая нейтральная расцветка, которая максимально стильно смотрится. При этом это такой немножечко этнический стиль, как мне кажется. Можно их брать в тандеме. Например, две или три. Я взяла одну, потому что просто рядом с другой белой вазой ставлю. И смотрится это, на мой взгляд, очень прикольно. Ну, а вообще она легко впишется в декор интерьера. Например, не знаю, где-то на полочке. Можно даже на подоконнике среди красивых цветочных горшочков. В общем, шикарная, классная вещь. Там есть немного поменьше размером похожие вазочки. Но, мне кажется, можно взять в тандеме, например, две похожего дизайна, но одна меньше другой. Ну, что вы в нее поставите? Не знаю. В общем, это на любителя, поэтому мне понравилась эта. Она классная. И, думаю, заслуживает внимания это точно. Присмотритесь. Недорого за такую красоту. Куда бы ее поставить? Так, давайте едем дальше. А дальше я, естественно, как всегда присмотрелась к наволочкам и обнаружила на полочках вот такую вот красоту. У меня уже есть в этом исполнении наволочка, но такого более, наверное, темного, кремового, или даже не знаю, персикового, наверное, оттенка. Вот. Сейчас я увидела такую, тоже решила взять. Тем более, цена вопроса 55 рублей. Они очень универсальные. Скоро все равно так или иначе будет уже осенний сезон. Да, хоть и середина лета, но, тем не менее, погода, конечно, располагает. Поэтому я решила, что такие вот меховые маленькие наволочки пригодятся. Я переодеваю подушки и, собственно, по сезону, мне кажется, уютнее становится. 40 на 40 ее размер. Всегда заглядывайте в раздел, где наволочки. Там можно найти очень интересные экземпляры. Если не успеют разобрать, конечно. Вот. Я все маленькие наволочки покупаю в магазине FixPrice. 55 рублей. Она, кстати, на замочке. Замочек у нее прекрасненько работает. Вот он. Вот, собственно говоря. Поэтому обратная сторона у нее такая. Здесь она меховая. Ну, в общем, здорово. Что дальше? А дальше? В общем, в магазине я в первую очередь всегда иду к полочкам. Не знаю, как это, к штангам, где висят вот эти вот вешалки. Но на этот раз я прикупила вот такие. Почему вот эту показываю? Потому что, несмотря на то, что покупки не было на именно этот набор, тем не менее, вот эти вешалки хороши для, наверное, больше женского гардероба. Платья, сарафанчики там. Вот все, что легонькое. Пиджаки я на них развешиваю с большой осторожностью, потому что все-таки они хлипенькие. Но вот такая вот вещица. Очень даже удобная, я вам скажу. Есть такие крючочки, чтобы развесить сюда, например, юбки, брюки, там, ну, все, что на петельках, да. Можно маечку скомбинировать сразу с пиджаком и уже не заморачиваться, что с чем можно одеть. В общем, они гораздо более прочные. Хотя вот так она кажется хлипенькая, но это такая проволока, она окрашенная, довольно плотная. Выдерживает хороший вес пиджака, поэтому, да, мне кажется, классно. В наборе 5 штук набор стоил, по-моему, 77 рублей. Ну, в общем, по-моему, достойная цена для таких замечательных вешалок. Присмотритесь, они удобные. И тоже тоненькие, мало места занимают. Я довольна. Что еще приобрела? Я вообще с осторожностью отношусь к уходовой и декоративной косметике из магазина Фикс Прайс, но мое внимание привлекли два таких вот средства. Ну, я думаю, видно, да, что я уже сколько использовала. В общем, здесь у меня свежий гидролат облепихи. Польза растений сохранена на 100%. Значит, что у нас здесь? Для сухой и чувствительной кожи гидролат облепихи, масляный экстракт цветков липы, экстракт инжира. И это компания Фитокосметик. Так, с гидролатами я начала свое знакомство совсем недавно. Фаберлик заказала гидролат, он мне, в общем-то, понравился, но сравнить мне было не с чем. В общем и целом, впечатления очень хорошие остались, но я решила расширить свой кругозор, так сказать. И вот здесь гель масла для умывания на цветочном бальзаме. В общем, серия, я так понимаю, народные рецепты для демакияжа с лица и глаз. Нравится. Не пересушивает кожу, хорошо удаляет макияж. Единственное, что, чтобы совсем удалить, например, ту же подводку там, или у меня вот, например, есть гелевый карандаш для подводки от Reflame, нужно дважды воспользоваться этим маслицем, чтобы смыть. Удобный дозатор, в общем и целом, кожу отмывает хорошо, ничего не засоряется, не забивается. Мне понравилось. Вот прям понравилось средство. Сколько стоит? Сколько стоит эта радость? Слушайте, опять не помню. Ну, в общем, то ли 55, то ли 77 рублей. Ну, не дороже. В общем и целом, интересная вещица. Присмотритесь, реально нет ощущения вот пересушенной кожи. Отмывает не до скрипа, но кожа чистая. Я пробовала после протирать лицо тоником, то есть это ватный спонжик, и не остается никаких загрязнений после вот использования этого гель-масла для умывания. Поэтому, да, прикольная вещь. Пахнет, я даже не знаю. Ну, это не точно не прям облепиха, а что-то такое между облепихой и еще какими-то фруктами. Потому что аромат приятный, очень даже. Зато вот второе средство я точно поняла, что, однако, молочковые текстуры для снятия макияжа я больше применять не буду, потому что для комбинированной кожи это не самое лучшее средство. Легче умыться, либо какие-то мицеллярки использовать. В общем, здесь кокосовые сливки привлекли, конечно же, флакончиком. Из недостатков здесь нет помпы, нужно вот открывать, выдавливать вот это все дело. Значит, тоже серия народные рецепты. Указано, что здесь есть витамин Е. Ну, понятно, что за стоимость, которая в магазине FixPrice. Навряд ли там очень серьезный состав какой-то. Хотя здесь экстракт овса на третьем месте. Кокосовое масло на четвертом. И состав такой довольно внушительный. Поэтому гидролат розы даже есть, масло ши. Ну, в общем, не знаю. Очень много таких типа полезных добавок. Может быть, это маркетинговый ход. Я всегда сомневаюсь, что за стоимость меньше 100 рублей можно такие серьезные какие-то ингредиенты положить в состав. Вот, кстати, у вот этого вот маслица, у него на втором месте экстракт цветков липы. А на третьем настой шалфея. Дальше гидролата блепихи. Потом экстракт инжира. Ну, в общем, не знаю, насколько это маркетинговый ход. Расценивайте сами. После вот этой штуковины тоже, собственно говоря, хорошо удаляет косметику, смывает, все здорово. Но если попадет в глаза, то немного щиплет. Поэтому, не знаю, мягко удаляет макияж, очищает кожу аромат. Аромат приятный. Такой прям кокосик-кокосик. Я попробовала несколько раз, но все же рука тянется больше вот к этой штуке. Поэтому, не знаю, на любителя, наверное. Если нравится, напишите, кто пробовал. Тоже для сухой и чувствительной кожи. Хотя у меня комбинированный тип кожи. Тем не менее, когда я покупаю похожие, ну, подобные средства для удаления макияжа, я не сильно ориентируюсь на тип кожи, потому что по итогу для меня важно, чтобы было хорошее очищение кожи. Еще в магазине в этот раз я захватила с собой зубную пасту. Я уже говорила, что в основном покупаю сплат. Да, по-моему, так она называется. Вот, и в этот раз я на самом деле вот эту вот зубную пасту я купила в надежде, что это одна из тех, которые мне очень сильно нравились. Любимая моя. Она такая, как гель, нежно-розовая. Но это оказалось не она, я ошиблась. Тем не менее, мне сплат, в принципе, все почти пасты нравятся. Здесь у меня ультракомплекс, биоактивная зубная паста для отбеливания чувствительных зубов. Ну, в общем, что могу сказать? Насчет отбеливания я не знаю. Обычные зубы. Вот, ну, как бы регулярно ухаживаем, поэтому да. Здесь такой вот аккуратный у нее тюбик. Открывается, закрывается. Взяла маленькую, потому что были у меня сомнения, что это не та паста, которую я искала. Не ошиблась. Вот, но, тем не менее, пользуюсь сейчас в поисках той, что мне нужна. Если знаете, что это за паста, напишите мне. Я просто, правда, забыла и вот не сохранила тюбик почему-то. 55 рублей. Такой маленький тюбик. И вот этот, по-моему, тоже то ли 55, то ли 77. Ну, не дороже, во всяком случае, точно. Сейчас коробочку найду. Если... Что-то не могу коробку найти. В общем, это Силкомед, биомедикал. И тоже у них очень-очень неплохие пасты. Неплохие чем? Во-первых, нет едкого вот этого разъедающего вкуса ментола, который невозможно терпеть. И они, в общем-то, помогают хорошо деснам. Ну, я, в всяком случае, замечала, что всякая чувствительность такая снижается намного. И почти как после пасты Сенс-1. Знаете, вот у них есть в составе какой-то ингредиент, который снижает чувствительность десен. Вот эта штука примерно так же работает. Здесь в составе хлоргексидин 0,05% способствует устранению кровоточивости и воспалению десен. Видимо, вот он работает таким образом. В общем и целом, хорошая паста. Могу рекомендовать. Честно признаться, вот, например, такие тюбики в ванной я не люблю. Потому что его нельзя поставить. Он болтается везде, мешается. А вот такие мне нравятся больше. Потому что они устойчивые. Поставил и мало места занимает. Поэтому, ну, как бы на любителя. Собственно, это были все мои покупки. Мимолетные, что называется. И сейчас расскажу вам о том, что я еще видела. Появились на полках фикс-прайс прикольные всякие разные фонарики. Да, еще появились, как это называется, штуки-то типа климат-контроля. Но при этом напичканные такие термометры. У меня есть нечто подобное уже из магазина New Chick. Поэтому я не стала покупать. Но фикс-прайс они тоже появились. Если бы я знала, что они появятся, я бы ни за что не заказывала раньше. Значит, что еще там было? Были ночнички интересные. Вот для детских комнат, по-моему, очень интересный вариант. Особенно, если, например, у вас там какая-нибудь стилистика с единорожками. Там еще что-нибудь. Вот. Понравились очень пластиковые такие ступеньки. Правда, непонятно, почему они только вот, ну, одинарные. Были бы, вот, например, двойные. Было бы удобнее. У меня дочь подрастает, до раковины не дотягивается. И вот такой-то буретик удобный был бы, если бы было две ступеньки. А там одна пластиковая. Поэтому, ну, не знаю, если детки у вас уже постарше, может быть, это и удобная вещь. Поставить в ванной. И, к тому же, расцветки нейтральные, по-моему, классно. Вот. Из того, что еще видела интересного. Мне понравились коврики. Ребят, реально, вот они, прям, я не знаю, смотрела обзоры на икеевские. И вот, ну, вообще не отличить. Вот такие пупырышками я беленькие присмотрела. Я бы выкупила, честно, но он там был один. То есть, два бы было, точно бы забрала. А у него вот эти вот пупырышки, из которых он весь сложен, скажем так. У меня зеленые, там помельче сам вот этот вот ворс. А здесь они прям такие упругие, прочные. Ну, в общем, классный, красивый коврик. Декоративно смотрится прикольно. И я бы себе, наверное, взяла. Ну, опять же, вот расцветка. К сожалению, был один. А то бы точно схватила. Вот, что еще, еще, еще. Еще, ну, то, что там всякие вот эти вот ночнички, типа облачка. Это, опять же, такой закос продукции с китайских сайтов. Но размеры, очень маленькие размеры. Вот было бы оно где-нибудь такое вот побольше, я бы себе такое прикупила обязательно. Баловаться, тем более для ребенка, мне кажется, интересно там что-то писать на таком вот световом фоне. Но они совсем малюсенькие, крошечные. Поэтому я даже не стала покупать. По-моему, 99 рублей стоят. Или 199. Ну, что-то около того. Вот. Это из интересненького то, что есть точно в тюменских магазинах фикс прайс. Полным-полно канцелярий. Очень красиво. И поэтому всем любителям бегом фикс прайс. Там самые разные какие-то блокноты с единорогами, с пайетками. Куча всяких блесточек. Игрушки там детские. Расширяется постоянно ассортимент. Поэтому тоже можно заглядывать. Но не надейтесь, что они будут какие-то супер долговечные и так далее. Дочери все, что не покупала, мы уже все преломали. И, собственно говоря, все это отправилось дальше, что называется. Не буду говорить, куда. Вот. Поэтому, да, в магазин фикс прайс регулярно заглядываю. Там симпатичная посуда появляется. Бирюзовые тарелки, как я вам показывала. Вот такие серые большие. У меня уже есть две штучки. Вот. Но бирюзовые, сколько я ни ходила, вокруг все-таки не решилась купить. Потому что... Потому что не с чем мне их комбинировать. А то бы купила. Честно, они очень красиво смотрятся. Ну, собственно, люминарк по-другому и быть, наверное, не может. Ну, вот. И все, что было интересненького, что я заметила и разглядела. А теперь давайте приступать к обзору на мой заказ из магазина Василек. Потрясающий. В прошлом заказе у меня были на матраснике. Шикарная, спасительная вещь для тех, у кого есть проблемы с матрасами, с такими жесткими. То есть, как бы... Ну, к примеру, у нас с дочкой мы покупали матрасик. Он с кокосовым наполнителем. Очень жесткий. То есть, я не знаю, мне кажется, руку, если об него просто случайно стукнуть, можно сломать. И, в общем-то, вот этот на матрасник мы им обернули вот этот кокосовый матрасик дочке. И стало мягче, симпатичнее. Вот. Но, тем не менее, когда посмотрела другие обзоры, услышала про такую вещь, как топпер. Топпер. У меня, естественно, был вопрос, чем он отличается от на матрасника. Оказывается, отличается и очень сильно. Во-первых, плотностью. Во-вторых, толщиной. Ну, и, в-третьих, конечно, назначением. На сайте магазина Василек я обнаружила несколько разновидностей. Заказала две. И, собственно говоря, обе вам сейчас покажу. Первая разновидность это топпер с наполнителем в виде пены. Я уже показывала вам в одном из прошлых заказов подушку, которая вот была из наполнителя. Вот с той самой пеной с памятью, что называется, да. И вот в этом топпере как раз такой же наполнитель. Потрясающе мягкий, мягкий. Вот. На кровать он подошел идеально. Спать на нем одно удовольствие. Просто потому, что он реально сглаживает все пружинки. Если у вас жесткий матрас, он добавит вот этой вот мягкости. И благодаря этому наполнителю, вот это реально полное подобие ортопедического матраса. Собственно, так он и заявлен на сайте. Поэтому шикарная вещь. Очень довольна. Своих денег однозначно стоит. Могу рекомендовать, если у вас есть проблемы со сном. Как раз из-за неудобной постели, скажем так. Вот я из тех людей, у которых есть такие проблемы. Я давно мечтала уже как-то облагородить, что ли, мое спальное место. Где? Собственно, провожу ночи. Потому что, ну, утром встаешь невыспанный. Да, удобная подушка решает часть проблемы. Но основная задача, это как раз общая поверхность. Потому что тело не отдыхает, если вы спите на неудобной поверхности. Важно подойти к этому основательно. Поверьте мне, потому что я, как человек, который страдает катастрофически недосыпом, понимаю важность сна. И вот после того, как этот топпер мы испытали, а мы его уже испытали, просто все изменилось кардинально. Второй топпер с наполнителем уже другим, если я не ошибаюсь, холофайбер. Если ошибаюсь, поправьте меня. В общем и целом, он не менее шикарен. И его мы заказали, что называется, про запас на другой диван, когда к нам приезжают гости. Потому что поверхности у дивана разные, как оказалось. То есть то, что выдвигается, чтобы организовать спальное место, более плотная такая жесткая поверхность, а сам диван мягкий. И вот этот вот перепад очень неудобный, часто гостям приносит дискомфорт. Вот этот вот топпер нам поможет эту проблему решить. Мы его тоже уже опробовали, нам сильно понравилось. Он чуть-чуть буквально тоньше, чем первый, первый, но тоже не менее хорош. Серьезно. Он, естественно, дешевле. Поэтому выбор за вами, если вы захотите тот или иной выбрать, самое главное, это посмотреть полное подробное описание. И вы сразу все поймете. Еще должна отметить, что первый топпер, он абсолютно кипельно-белый. И он шикарно сочетается с одеялом из серии Мирослава, с подушками из серии Мирослава, потому что все это кипельно-белое, шикарно. Топпер номер 2, который я вам показала, он уже с таким рисунком светло-светло-бежевым. Под бамбук, я думаю, вы и сами заметили. Поэтому, честно говоря, сквозь белую простынь он не просвечивает. Но, опять же, если для вас принципиально, то, наверное, лучше присмотреться именно к белому топперу. Вот. Довольно несказанно. И еще в этом заказе я решила попробовать прикупить несколько наволочек. Меня заинтересовал рисунок, потому что... Ну, сейчас летний сезон, и одна из самых популярных расцветок это бамбук, тростник, что там еще, всякие разные вот эти вот листья зелени. Что я нашла на сайте? Я уже одела сюда на подушку. Выглядит это вот так. Сейчас меня вообще не будет видно. В общем, это 50 на 70 подушка. И здесь у нас, я вот не помню, что это, по-моему, это бязь. Причем она настолько плотная, что у меня внутри подушка с узором. Ну, может быть, он не сильно виднеется, но, тем не менее, в общем, там такие верблюдики нарисованы. Вот. И вот эта вот подушка совершенно не просвечивает. Очень плотная бязь. Если вблизи рассматривать, то тут такой бежево-серый фон. И это, я так понимаю, имитация бамбука. Прекрасно смотрятся, особенно в сочетании, например, вот с такой же серой или бежевой простынью. Все супер. То есть, их можно заказывать отдельно в качестве акцента. Если вы не хотите покупать целый комплект вот в такой вот активной расцветке. Я, собственно говоря, с этой целью и заказала. Мне было интересно, как они будут смотреться. Еще на сайте представлено несколько расцветок тоже с, как они, наволочка, бязь, тростинка. Цвет бежевый. И здесь тоже наволочка 50 на 70. Вот. Сейчас покажу. Тоже бязь довольно плотная. Но вот здесь рисунок уже менее, скажем так, такой вот прям насыщенный. То есть, не так много вот этих вот, вот этой имитации тростника и все такое. Но из минусов, пожалуй, в этой расцветке, вот мне не очень нравятся вот эти всякие разные мелкие бабочки. Не знаю, будет вам видно или нет. А так все классно, да, современно, прикольно. Поэтому, ну, одна такая у меня наволочка. Мне было интересно, в чем разница между предыдущей. Здесь никаких бабочек нет и выглядит более современно. Здесь, если присматриваться, то бабочек можно увидеть. Но зато рисунок менее насыщенный. И еще одна расцветка. Тоже из раздела вот этих вот. Амазония, кстати, так и называется. Наволочка бязь, амазония. Салатовый 50 на 70. В общем, мне было, опять же, интересно посмотреть, чем отличаются. Потому что, когда картинки разглядываешь, акцент очень сложно визуально поставить. Вот так выглядит эта амазония. Слушайте, сейчас вот так. Ну, в общем, она тоже симпатично смотрится. Рисунок более активный. Поэтому, если, к примеру, у вас основной комплект белья в каких-нибудь серых таких тонах или вот, ну, что-то такое вот нефритово-зеленое, например, да, то вы можете на однотонный постельный комплект положить акцентом вот такие вот наволочки. Будет прикольно. Это нужно для чего? Для разнообразия, например. Либо, опять же, повторюсь, для акцента. По качеству они классные. Они не просвечивают. Бязь такая довольно плотная, хорошая. Смотрятся они вообще интересно, как мне кажется. Ну, собственно, и стоят они там сущие копейки. Поэтому можно, если у вас есть однотонные комплекты, заказывать несколько разных вот таких вот пар и менять их весь год. Сколько угодно. И я заказала еще одну наволочку, потому что у меня в одном из прошлых заказов была такая вот 70 на 70, большая, серии Лондон. Она вообще шикарная. У меня также была там 50 на 70. Ну, она и так комбинируется прекрасно с однотонными белыми комплектами. Я решила, что на две больших подушки мне нужно две одинаковых вот таких вот наволочки. Классно, стильно, модно. Я не знаю, особенно, мне кажется, вот такая расцветка очень круто подойдет в какую-нибудь комнату мальчика. Ну, не знаю, вот подростки, они же любят все такое стильное, крутое, особенно с автобусами. Ну, в общем, не знаю. У меня сразу ассоциации такие, знаете, что-то такое в серых тонах, какие-нибудь темно-серые портьеры. И, например, какая-нибудь имитация телефонной будки где-нибудь уменьшенной копии, естественно. И вот такие вот потрясающе красивые наволочки на кровати. Супер, классно, рекомендую. Слегка просвечивает, потому что это не бяся поплин. Но, тем не менее, по качеству лично я довольна. У меня дочь умудрилась одну наволочку испачкать фломастером. Как вы знаете, фломастер, в принципе, сложно стирать. Я думала, что все, наволочку мне придется выбросить. Ничего подобного. Спасибо стиральному порошку Босс. В общем, наволочка в порядке, поэтому в комплект к ней я заказала еще одну. Сегодня я какая-то такая, мне кажется, громкая, но, тем не менее, мне очень хотелось, правда, поделиться с вами своим впечатлением о качестве приобретенных товаров. Уже просто бомбезные, просто классные. Ждите следующих обзоров, покажу много интересного. Были еще покупки, поэтому да. До встречи в следующих видео. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, иначе вы не узнаете, когда выйдет новый обзор. Ну и, конечно, если вам понравилось видео или вы присмотрели для себя что-то интересное, поставьте лайк этому видео. И обязательно напишите что-нибудь в комментариях, черкните мне, так сказать, ваши мысли, очень интересно, правда. Жду с нетерпением обратной связи. Заглядывайте ко мне на Инстаграм обязательно. Я жду вас там постоянно, потому что все примерки, все покупки в большинстве своем я показываю там раньше гораздо, да. Ну, потому что фотографию сделать проще. Вот, за всем будем с вами прощаться. До встречи в следующих видео. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok